Здравствуйте! До Нового года осталось 8 дней. В канун самого волшебного праздника принято подводить итоги. И мы тоже сегодня решили оглянуться на год назад и посмотреть, сколько героев нашей программы в этом году обрели семью. Ну-ка, дайте-ка, ребят, я на вас посмотрю, какие у меня красивые. Дайте-ка. Ой, какая Лиза у меня красивая. Кирюша. Лиза и Кирюша уже давно живут в семье. Они забыли, что когда-то были никому не нужными. А их мама Ольга помнит. Помнит и то, что увидела она своих дочку и сына в программе «Право на маму». Именно ролик в передаче «Право на маму» очень впечатлил меня. И ребенок там открылся в этом ролике. Я увидела, что у нас есть перспективы, что ребенок будет жить, будет развиваться. Музыкальная Иришка тоже уже три года мамина и папина дочка. И несмотря на все сложности, с которыми столкнулась семья, малышка – всеобщая любимица. У нас все хорошо. Иришка наша подросла, стала умницей, красавицей, стала повторять за нами много слов, научилась сидеть, на ножки стала. Не сама, конечно, но с нашей поддержкой она передвигается. Ходим на занятия, учимся составлять пирамидки. Потихонечку все получается. В 2019 году мы создали «Душой и сердцем» 18 программ, в которых познакомили вас с 33 детьми-сиротами. У каждого из них непростая судьба, проблемы со здоровьем, и они одиноки. И 13 одиноких сердец обрели тепло и настоящий дом. Например, Ванечка уехал в Пензу к прекрасной маме Марине. Здравствуйте, меня зовут Ваня, я живу дома, и я живу очень хорошо. У меня есть каца, еда и игрушки. У меня самая хорошая мама. И посмотрите, какие песни он сочиняет. Теперь мамины и папины. Талантливая Таня, торопышка Дамир, крошечный воробушек Сашенька, озорник Егор, джентльмен Армен, брат и сестра Ирина и Кирилл. С ними, кстати, произошла почти удивительная история. Буквально через месяц после выхода программы в эфир, ребята уже были дома. А вот таким был скромный Ванечка во время съемок. Он ни разу нам не улыбнулся. А этими фотографиями буквально вчера с нами поделилась мама малыша. Новый год будут встречать дома и серьезная Олеся. Солнечная Наташенька, которая также сразу после эфира уехала к своей маме и папе. А помните 15-летнего парня Максима? Мне написало очень много людей, готовых стать для него, наверное, уже не родителями, но друзьями точно, приняв свою семью. И Максим даже уезжал в гости, но вернулся. Потому что двоюродная бабушка вдруг поняла, что внук может уехать навсегда. И сама оформила над ним опеку. Совсем недавно Макс написал мне, что он наконец-то счастлив. Вы знаете, что у нашей программы есть своя группа в социальной сети ВКонтакте. И там иногда мы пишем о детях тоже. О тех детях, о которых нас просят рассказать сотрудники опеки или госучреждения. Но мы понимаем, что эти дети живут далеко в Самарской области. И пока мы до них доедем, пройдет много времени. А семья нужна сейчас. И вот в нашей группе ВКонтакте мы рассказали о 22 детях. Без видео, только с фотографиями и со слов тех, кто с ними близко общается. И знаете, что удивительно? Иногда действительно достаточно одного поста в сети интернет, чтобы одинокое сердечко встретилось со своей мамой. Так произошло с Кирюшей, с Самиром, Макаром и Кириллом, Максимом и Вячеславом, а еще с Олей и ее братом Владиславом. Совсем с малышами, которым было всего-то по три месяца. Настенькой, Анечкой, Солнечной Никой. Я планировала снять сюжет про Полину, с которой познакомилась на мероприятиях, организованных телеканалом «Самары ГИС». Но как раз понимала, что доеду до нее месяца через два. И мне так было жаль упускать время. И я просто написала о ней, сделала ссылку на программу, где Полина принимала участие. И за ней приехала приемная мама из Нижнего Новгорода. А вот привет из солнечного Краснодарского края от Светы. Всем привет, всем привет моим друзьям. Вот теперь я обрела самую полную семью. Свету я успела снять для программы, но не успела показать. Я узнала, что есть такая Ольга Шелест, ведущая программы «Право на маму», которая помогает брошенным деткам обрести семью. Я решилась ей написать. Она сразу откликнулась и пригласила меня в город Самару, сказав, что недавно снимала передачу про девочку Свету, которая ищет семью, хочет, чтобы ее мама нашла. И когда мы встретились со Светой, мы сразу прониклись друг к другу. У нас сразу пробежала такая искра, любовь с первого взгляда. Ну и как бы потом она мне сказала, я, говорит, когда вас увидела, я поехала со своей дочкой. Я сразу решила, что пойду к вам в семью. Иногда я думаю, почему не все герои нашей программы обретают семью. И мне кажется, я знаю ответ. Некоторые ребята, такие как Миша, Коля, Руслан, Андрюша, Никита, уже совсем взрослые. Им по 15-16 лет, у них есть особенности здоровья, и, к сожалению, ими никто не интересуется. Правда, у некоторых появились друзья. Например, Руслану из Англии добрая волшебница каждый месяц присылает посылки с его любимыми героинями. Спасибо огромное за посылку. Другие дети, чуть помладше, сами отказываются. И к Никите, и к Владиславе, и к Кате с вами приезжали люди, готовые принять их в свою семью. Но по тем или иным причинам ребята сами не согласились уезжать из Самары. А есть еще и такие дети, которых называют палеотивными. И вот именно у них шансов на семью практически нет. Это Захар, Артем, Аника, моя любовь и боль Владлена. Но мы не боги, чтобы решать, кому нужна семья, а кому нет. Поэтому наша съемочная группа снимает всех детей. И о каждом мы стараемся рассказать как можно подробнее. И показать все хорошее, что есть у таких малышей. И мы все равно хотим верить в чудо. Верить в то, что и у этих детей появятся мама и папа. Или настоящий, свой собственный, личный друг. С вами была программа «Право на маму». О чудесах, которые мы все равно делаем своими руками. С наступающим вас Новым годом! И пусть в вашей жизни всегда будет место волшебства. И я очень хочу пожелать замечательной программе «Право на маму» и ее прекрасной ведущей Ольги Шелестой. Каких-то новых открытий, творческих успехов. Всего самого наилучшего. И так хочется, чтобы каждый ребенок обрел семью и самую дорогую и любимую маму. У тебя все хорошо? Ты счастлив? Ага. Ну передай тогда всем привет, кто тебя будет смотреть. Скажи всем привет. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Программа создана при поддержке благотворительного фонда «ЕВИТА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова